Так, всем доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Мы начинаем 215 урок. Вообще такие цифры прям огромные. 215 урок. Мы начинаем. Так, лайв, лайв. Я прям весь чувствую себя, как на пресс-конференции. Телефоны, телефоны. Влад Козов нас смотрит, да? Лилия Берман. Доброе утро. Бонжур. Хеллоу. Значит, бонжур. Хеллоу. Как еще можно сказать? Добрый раунд. Добрый раунд. Ага. Что такое Огайо? Наиподском шоу-то, да. Шалом. Все, дорогие друзья. Итак, значит, мы сейчас будем изучать... Урая первый, сказал. Джорджи Нивня, но он не первый. Рив Кабин Дусеевич даже нас смотрит. О, значит, Фаина Фая, Михаил Мазаковский, Лилия Берман. Хорошо, дорогие друзья. Елена Котин из Нью-Йорка, да? Как там у вас в Нью-Йорке? Сколько времени сейчас в Нью-Йорке? На 8 часов назад, что ли? В Нью-Йорке 12 ночи? Да, вечер вечер. Рами тоже новые, новые люди. Но очень тяжело. Такие у них очень нити, нити сложные. Итак, мы начинаем, мы продолжаем изучать 28 главу, 215 урок. И, значит, мы находимся в 10 отрывке. Десятый отрывок, значит, девятый был отрывок. Тот, кто... Меси разно мишмоа Тора. Тот, кто убирает ухо свое от изучения Торы. Гам тфилато тоева. Также молитва его мерзость. Это мы на том уроке выучили. И это очень такая принципиальная штука, потому что есть много людей, которые считают себя религиозными. Но они верят в Бога, все. Но они не учат Тору. А раз они не учат Тору, то тогда их молитва не принимается. Это очень интересная вещь. Прям удивительная даже вещь. И я всегда... Меня это останавливает... Вот когда я это изучил, я начал после урока иногда... Да. После урока иногда есть там урок какой-то, кто-то что-то говорит. И обычно там убегаешь, а тут вспоминаешь. О, тот, кто ухо убирает от Торы, и молитва того мерзость, не принимается. Я всегда послушаю. Но интересно, есть история известная про Раваиска Казильбера, Зеховну Задикли Врахаш, что он был великий мудрец, величайший. И как-то было... Ну, ребята молодые, которые вот стали религиозными, они, значит, чуть-чуть поучили Торы. И, значит, они начали уже преподавать, как бы приближать к Торе старшее поколение. И рассказывают историю, что как-то один из них увидел такого дедушку Равзильбера. Он был, ну, дедушка с белой бородой. Ну, кто знает, он Равин. И он ему говорит, о, вы русский знаете? Он говорит, знаю. Так давайте я вам сейчас объясню. Вот есть Тора такая вещь, есть Хумаш. И он ему начинает объяснять самые простые вещи. И он с нему объяснял, там минут 15 сидел. Равзильбер сидел, слушал внимательно все, что он объяснял. А он ему объяснял, как первокласснику. Потом он ушел, а этого спрашивает. Ты знаешь, с чем ты учился? Это великий там Равин, великий праведник Равыцк, как Зильбер. Тут говорит, а я думал, это просто дедушка обычный с улицы, который, ну, вообще ничего не знает. То есть он настолько, он был скромный, настолько он знал, что здесь написано, что он, значит, даже здесь, ну, тут есть еще один нюанс. Есть еще один нюанс, что когда ты знаешь, что Бог с тобой разговаривает, особенно через Тору, через, ну, святые эти вещи, то есть это же понятно, что это от Бога, то мудрецы эпохи Талмуда, они когда видели мальчика, который бежит из хетера, они ему говорили, а ну, скажи какой-то посылкой Сторе, скажи отрывок какой-то. И они у этого ребенка, он им говорил какой-то отрывок, они из него понимали, что Бог им сейчас месседж прям напрямую передал какой-то. То есть смысл даже не что ты в Торе учишь, а смысл с каким настроем ты это учишь, с каким подходом ты к этому подходишь. И одни и те же слова иногда так открываются, ты можешь годами, тоже это от Равзильбера, я вспоминаю, как он часто на уроке, он такой говорит, вот вы знаете, я 20 лет думал над этим вопросом, и вот я вот сейчас читал, и сейчас понял. То есть он 20 лет иногда, там что-то ему было непонятно, и оно вдруг открывалось, да. Давайте, что нам откроется сегодня, 10 отрывок. Значит, Переводится дословно так. Тот, кто сбивает прямых на путь зла, в эту яму он упадет. Отмимим, такие отмимимы, это наивные, простодушные, инхалутов, они будут наследовать только добро. Как это работает? Я, больше всего, вот мне пришел сразу в голову пример такой из, пример пришел из, значит, был такой царь Яровам, то есть было, когда, когда царь Соломон, вот он написал Каэлит, Мишли, то, что мы изучаем, песнь песней, построил первый Иерусалимский храм, построил свой дворец, женился на 700 жен и 300 наложниц, значит, хотел он весь мир, значит, привести к Богу, но устал, надорвался, и, как известно, в 52 года, есть говорят, что он умер, есть говорят, что он исчез, и ушел как бы в тень куда-то, и, ну, просто он исчез, потому что написано в разных местах, в одном месте написано, что он умер в 52 года, в другом в 82, и где точно он умер, непонятно, и когда. И вот, значит, его сын Рехавам, его сын, который стал после него царем, он собрал еврейский народ, а представители всех колен говорят, ты знаешь, твой папа был царь Соломон, он построил храм, он там, ну, реально был царь Соломон, да, что говорить, шло мы о мылах, но он уже храм построил, все, давай расслабься, давай теперь сделаем все, чтобы было спокойно, снижай налоги, снижай налоги. И он говорит, я докажу, что я круче, чем папа, а он не был круче, чем папа, он был просто Рехавам, сын царя Соломона, и царь Соломон никогда не говорил, я круче, чем папа, круче, чем царь Давид, а этот говорит, я вам сейчас покажу, что я круче, чем папа. Они говорят, тогда гражданская война, и 10 колен отделилась от колена Иуды, и, значит, поставили над царем царя Яровама. Это царь Яровам, царь Яровам, он, значит, а он, царь Яровам, когда-то он убегал от царя Соломона в Едипет, и по пути, когда он убегал в Едипет, он встретил, он встретил пророка, пророка, не помню сейчас, как его звали, в общем, этот пророк ему дал пророчество, говорит, вот тебе от Бога пророчество, и, значит, ты будешь царем над 10 коленами, над 10 коленами ты будешь царем, и он убежал дальше в Едипет, а потом его позвали и сделали царем над десятью коленами. И он понимает, что все от Бога. Вот ему было пророчество, вот он сейчас царь. Яровам это его звали. И он, значит... Ну, все нормально. Он царь, значит, все. Он царь. И у него вопрос, дилемма такая. Скоро Песок, Суккот. Я не знаю, или Песок, или Суккот. То есть было три праздника, Песок, Суккот и Шавот, когда все евреи шли в храм. Нужно было прийти в храм, принести жертвы. Там были чудеса разные, первосвященник. И был царь. И было место для царя Израиля одно. И написано, что царь будет из рода царя Давида. И в храме место одно. И этот Яровам думает, вот что же делать? Что же мне делать, значит, как же быть? Если народ пойдет в Иерусалим, тогда они увидят, что царь Иерихавам, а не я. И они могут подумать, зачем мы разделились, зачем нам все эти нужны сложности, да? Уже царь Иерихавам, он наверняка уже одумался, уже налоги он снизит. Давай объединимся, зачем нам этот царь Иеравам? И он, значит, говорит, нет, я, говорит, запрещаю всем идти в Иерусалим. И он поставил двух идолов, двух золотых тельцов. Вот поставил двух золотых тельцов, значит, тельцов в Дании и в Бершееве. И назначил священниками, люди, которые не были священниками, не были из колена, они не были коинами. Он их назначил и говорит, все, теперь будем служить вот этим опять золотым тельцам. Представляете? То есть он весь народ, все эти десять колен, они его поставили царем. А он что сделал? А он их всех заставил служить идолам. Но когда он их заставил служить идолам, к нему приходит Бог во сне и говорит, голос он слышит, да? Не то, что Бог приходит. Он слышит явно голос от Бога. Ему голос говорит, вера вам. Говорит, значит, так, зор быт шува, раскайся, что ты делаешь вообще? Куда ты лезешь? То есть зачем? Ради чего? Раскайся и я, это Бог ему говорит, я, ты и царь Давид будем вместе в раю, значит, гулять. Значит, и, ну, хорошее предложение. Бог ему говорит, и он его Бог в этой фразе, он ставит его выше, чем царя Давида. Выше, чем царя Давида он ставит. Значит, что говорит Еравам? Еравам говорит, кто будет идти первым? Бог говорит, Бенешай, Давид будет идти первым. В первый раз он сказал, я, ты и царь Давид. А второй раз он сказал, я, а второй раз он сказал, когда тот спросил, кто будет первым, он сказал, царь Давид будет первым. Еравам говорит, я не согласен. И он продолжает служить идолам, он совращает весь народ, его убивают в конце концов. Что за история вообще? Что за люди? Как вообще люди такие есть? Нам Тора показывает суть людей. Но мудрецы не понимают, есть очень много версий, какая была суть этого разговора. Потому что нам передана только верхняя часть разговора, обычно человек видит только внешнюю картинку. А что было за этими вопросами? Почему Яровам, во-первых, ну представьте, какая у него была страсть к почету, что он ради того, чтобы не шел народ в Иерусалим, он весь народ заставил служить идолам. Второе, второе, когда Бог ему сказал, что я, ты и царь Давид, если ты раскаешься, будем гулять, и он его поставил на первое место, зачем он спросил, кто будет первый идти? Значит, и когда Бог сказал, что царь Давид первый, ну все равно, ну хорошо, но царь Давид пусть идет первым. Что, кто бы отказался? Никто же не отказался бы. Все бы сказали бы, пусть царь Давид идет первый, я бы пошел и сто первым. Если в такой компании хорошей, так что не пойти сто первым? Какая разница? А Яровам говорит, нет, говорит, я во главе, все хочу, только я быть во главе. Непонятно вообще. Но сейчас мы не будем глубже туда уходить, не будем уходить туда глубже. Сейчас нам важен закон, здесь нам важны простые такие инструменты. Инструмент простой, что тот, кто прямых людей, которые идут по правильному пути, сбивает на плохой путь, он в эту яму сам упадет, а те, которые в простоте своей идут, они унаследуют все добро. Значит, это очень важно понимать, что каждый поступок человека, он влияет не только на него, но и на других. Особенно если ты уже являешься для кого-то авторитетом, то тогда ты должен тысячи раз подумать, как другие воспримут твой поступок. Потому что если ты авторитет, то все, то есть ты что-то делаешь, и ты можешь своим просто примером сбивать людей с пути добра. Нельзя это делать. Упадешь в ту яму, которую копаешь, и значит отмемим те, кто в простоте идут, они унаследуют добро. Откуда это видно, что прям те, кто в простоте идут, унаследуют добро? Давайте подумаем, где есть такие простые примеры, где люди, которые идут в простоте, в чистоте, унаследуют добро. Он идет в простоте, но бывает, что еще вот прямо ему привалило добро. Ну и мне что-то сейчас не приходит, а? Он не был такой уж простой в простоте, в чистоте. То есть есть люди такие, вот они в простоте. Нет, есть тмемим, это такие, которые простодушные. Простодушные, знаете, вот эти простодушные, которые вот он идет, простодушные, идет себе, идет. И Раби Атьева тоже не был простодушным. Не, не, Раби Атьева не был простодушным. Есть люди, мне сейчас не приходит пример, когда простодушные, ну единственный мне пример приходит, как какой-то Рэбе женился на своей служанке, и она такая была служанка, цадика, и он на ней просто женился, и все. И вот она простодушная стала жена Рэбе. То есть она как бы особо не старалась. Бывает, что человек, который идет по простому пути, без каких-то сложностей и так далее, ему прет. Бывает. Но примеров я не помню. Потому что я лично простодушных, которым прет, не встречал. Но не могу вспомнить. Может да, может нет. Хорошо. Теперь дальше. Но 10-й отрывок мы изучили. 11-й отрывок. Вот 11-й очень такой полезный, часто встречающийся отрывок. Написано так. Хахам бейнав иш ашир. Значит, умный, мудрый, знающий в своих глазах человек богатый. Ведаль мавин их керену. А бедный понимающий, он проводит расследование. Значит, смотрите, как происходит. Вот человек богатый, например, да. Что насчет богатого? У него есть деньги, там, ресурсы. Все у него есть. Теперь, бах, он потерял что-то. Вот у меня, например, есть интересный. Сегодня был с сыном разговор. Я ехал в Хедер на молитву. И, значит, говорю, вот у меня вчера, а у меня вчера вот, вот просто мы сделали там суперподготовку. Мы старались. Вся команда, я старался. Денег вложили, немереное количество там в какой-то проект. И уже это было раньше, и все было хорошо. И вчера, бах, ничего не работает. Все. Все показатели в два раза ниже. Значит, я еду сыну рассказываю. Я говорю, вот такая интересная история получилась. Он мне говорит, а может, ты типа что-то неправильно делаешь? Я говорю, нет, все правильно делаю. То есть, почему? Ну, в общем, как бы объеме бизнеса, эта провальная там ситуация не так видна. Она не является какой-то такой... Хотя, если бы раньше такая была ситуация, я раньше за год столько там не терял или не зарабатывал, сколько сейчас вот это потеря от одной вот этой вот ситуации, да? Но так как сейчас это всего лишь ситуация, то я не замечаю ее. То есть, человек, у которого есть вот этот вот запас прочности, да? Ну, прочности там был. Он не замечает, ему Бог дает сигнал, он ему дает сигнал. И мне сын говорит, может, это неправильно? Я говорю, нет, все правильно. А я ему говорю, а он колено травмировал на тренировке. Я говорю, а вот у тебя с коленом, говорю, почему ты колено травмировал, да? Надрыв связок. А он говорит, да, он сейчас надрыв связок на костылях. Говорит, а я знаю, что я неправильно сделал. Я уже шву сделал. Я понимаю, где мои были ошибки. И мне начинают перечислять, что, где он исправил. И прямо реально те вещи, которые раньше он не мог, ну, ни я ему не мог объяснить, что где-то он неправильно делает. Не, там, Рэба его учитель, да? И сейчас он сам, то есть у него, ну, внешне это не видно, но он такие сделал выводы. И настолько он действительно исправил свои действия, он говорит, все, я типа сигнал понял. То есть вот здесь об этом написано, что хахам бейнав иш ашир. То есть тот, у кого ему прет, Бог его там наказал, здесь наказал, а он не чувствует. Ему кажется, что он умный в своих глазах. Теперь, выдаль мы винных керену. А бедный человек, он понимающий. То есть он, поэтому написано, что Тора была дана для кушающих ман. Бог говорил, секундочку, хотите понять, что такое божественное проведение? Даст Бог день, даст Бог пищу. То есть на один день дается вам ман, чтобы вы каждый, вы все время чувствовали вот этот вот контакт с Богом. И когда был такой великий мудрец, Хафецкаем, к нему пришел как-то один богатый еврей, такой фабрикант, пришел советоваться. То есть ему обычно какие-то вопросы задает фабрикант, купить еще одну фабрику или не купить. И он задает ему какие-то вопросы такие, там, по Хафецкаем дает ему очень мудрые советы. А у Хафецкаема был в его доме, где он жил, в Радине, да, у него был земляной пол, и у него стулья вне было, у него были только табуретки и скамейки, и земляной пол. И сейчас, который умер Раф Штеймон, который был глава вот мира Ешиф, это как раз вот из этой вот, ну, главы религиозного мира, но те, которые как академия, которые учат только Тору. Так у Рафа Штеймона были стулья без этого самого, без спинок. То есть он не сидел на стульях со спинкой. И все они живут вот в квартирах, там, ремонты 50-е, 30-е годы прошлого века. Ну, то есть однокомнатные, двухкомнатные, вот они только, Раб Ильяшев там сидит, он учит Тору, у него одна кушетка, и все. Это как бы мудрецы такие великые. И Хафецкаем был из этой же серии. И этот богатый фабрикант говорит, послушайте, я знаю, что у вас Ешива огромная, к нему ехали учиться со всего мира. И он говорит, у вас Ешива огромная, и вам надо ее содержать. Давайте я вам дам на Ешиву деньги, но я, говорит, я хочу сделать по-умному, говорит. Я положу деньги на счет в банк, и вам будут идти проценты с этих денег. То есть сами деньги будут лежать, а проценты вы будете тратить. Хафецкаем ему говорит, нет, говорит, так мы не будем делать, мы сейчас возьмем все деньги, и все деньги раздадим бедным, и все деньги мы сейчас потратим, все до копейки. Тот говорит, ну как, это же не логично. Он говорит, именно это логично, потому что Тора была дана кушающим ман. То есть даст Бог день, даст Бог пищу. Когда у тебя нет денег, ты чувствуешь каждый момент, каждое твое неправильное действие тебя тут же больно бьет, и ты понимаешь, что тут я ошибся, здесь я ошибся, тут я исправил, там я исправил. То есть может быть для материального твоего состояния быть бедным плохо, ну реально неудобно, плохо и так далее. Но для духовного роста это лучше. Поэтому отправлялись великие мудрецы, отправлялись в добровольное изгнание. Они шли без денег, просто вот так без ничего, выходили и шли, там год куда-то в скитание. Потому что когда ты в этом скитании, ты все время чувствуешь вот этот вот связь с Богом. То есть вот это индивидуальное проведение, оно всегда с тобой как бы, Бог с тобой разговаривает. А когда ты богатый, ты как бы в шубе закутался в такое, да, все, и ты не чувствуешь ни... Тебе кажется все время хахамба и нав и шашир. Умный в своих глазах, человек богатый. Хорошо, теперь значит дальше мы идем. Опять же здесь надо понимать, что у человека есть вот это вот животное тело и животные потребности. И внутри живет такое прям животное-животное. И у человека есть душа, есть у него интеллект, есть у него совершенно другая внутри часть. И вот какая часть у человека главная и какая часть рулит его жизнью, это выбор человека уже. Потому что некоторые воспринимают вот эту вот животную часть просто как одежда, одежда для души. И как был такой Раф Шах, вот он один из великих мудрецов последних поколений. Он говорит, что я же здесь, говорит, я просто в гостях. Я в любой момент готов выйти из этого тела и идти дальше. И вся его жизнь была построена на том, что он понимал, что ему идти дальше. А обычный человек, он вся его жизнь как бы это тело обезопасить. А его никак не обезопасишь. Потому что смерть неизбежна, будущее неизвестно. Смерть неизбежна, будущее неизвестно. И все попытки обезопасить себя, там все эти сделать норы, там защиты, страхование жизни и так далее. Они бах и не работают. Потому что только ты себя думаешь, все, я все создал, такую безопасность, все хорошо. Тут же у тебя бах где-то и рубит. И одинаково у всех. Что у миллиардеров, у них постоянно идет такое. Или тебя посадят, или у тебя все заберут. Или садят их постоянно в тюрьму. И все время у них вот эта битва, война, суды, пересуды. И ты не понимаешь, ты выживешь, не выживешь, останешься с деньгами. Нет. Понятно, да? Все, друзья. И сегодня последний у нас тогда отрывок еще на сегодня. Значит, здесь написано так. Значит, в радости цадиков, праведникам, умножается их великолепие. Вот тут, почему, например, всю жизнь на меня вызывает дикое восхищение равыцких Зильвер. Он не был богатый вообще, у него была такая бедность тоже в квартире, вообще старая мебель, старые книги. Но он все время был счастливый. То есть у него был совершенно другой уровень счастья, который я не видел больше ни у одного человека, чтобы он был постоянно счастливый. У него внутри он сиял от счастья. Вот это вызывало восхищение. Здесь об этом написано. Когда есть семха, а есть алодцы, это как ликование. Вот в ликовании цадиков увеличивается их великолепие. То есть он был такой, как источник части, вай-фай такой, смеялся, шутил, там всех спасал. Такой воин света, да, такой, все время в движении. Там он, ну, бегал ему там за 80 лет, а он бежит все время куда-то, какие-то заповеди он делает. Это самое, удовольствие получить, да. То есть он брал вот так вот хлеб, мопкал, пепси-колу такой, говорит, райский вкус вообще, райский вкус. К себе он заходил в квартиру, такой смотрит и говорит, вообще хоромы. Вот представляете, 80-летняя девушка такой, с бородой с белой, сияющий такой. Вот можете погуглить, Равицкат Зильбер. И у него так глаза такие сияющие. Он такой смотрит, к себе домой заходит, открывает, и он уже там живет уже 30 лет. А он такой открывает дверь, такой смотрит, говорит, хоромы вообще, такие хоромы, говорит. У царя Давида таких хором не было. У него горячей воды не было. То есть он радовался, ну, таким вещам. То есть, и вот здесь об этом царь Шломо пишет, что именно в ликовании цадиков увеличивается их великолепие. И когда встают злодеи, Ехупас Адам, переодевается как бы человек. Вот тут вторая часть непонятная. Значит, вторая часть непонятная, потому что, что значит переодевается человек? Прячется там переводят, да? Прячется человек, да? У Бакумра Шаим прячется человек. Значит, ну, я смотрел на иврите комментарии, там объясняют Малбим так, если я правильно понял. Объясняется так, что вот живет человек, он нормальный. То есть, нельзя сказать, какой человек. У него есть это животное тело, у него есть эмоции, у него есть интеллект, у него история. Иногда любой человек, бах, он становится такой духовный капец, вот прям вообще такой духовный. Иногда он веселый, иногда он злой, иногда он жадный, иногда он щедрый, иногда он... Ну, нельзя понять, какой человек. То есть, человек состоит из множества составляющих, которые постоянно между собой входят в конфликты, и то побеждает одна часть, то другая, то голоса в голове, человек с собой спорит, у него там голосов куча этих, которые внутри. Какой человек? Непонятно. Цадик, он, он как бы говорит, меня вообще нету, есть только Тора, и я иду по системе. И он все время пытается себя втянуть, как бы на передний привод, вот в эти вот правила Торы. То есть, и радоваться, это тоже правила Торы. И он, значит, цадик, он все время из любой ситуации, он выруливает, так, а что надо сейчас делать, что Бог от меня хочет. А как я знаю, что Бог от меня хочет? В Шелхонорухе написано. Шелхоноруха, это как сборник законов. И царь Соломон мне сказал, что делать. И этот цадик, он подчиняет все свои части божественной воле, поэтому он называется цадик. У него, в принципе, жизнь проста, надо знать Тору и делать то, что там написано, включая, радоваться всему и верить, что все, что Бог делает, все к лучшему. Теперь обычный же человек, он такой вот весь, как сказать, волонтильный, да, есть красивое такое слово? Волонтильный. Нет, ну есть волонтабельный, или как правильно? Волонтильный. В общем, обычный человек все время колбасит, он такой, с тем поведешься, от того и наберешься, тут он сюда, тут он сюда. Тору поучил, отлично. Потом, значит, в маршруте с тем-то зацепился, он уже зверь такой, да, агрессия у него пошла. Тут он, значит, ну и так далее. Волонтильный. И здесь написано, что когда встают злодеи, например, ты со злодеем сталкиваешься в коммуникации, то есть обычный человек едет в трамвае. Он такой, только с урока Торой едет в трамвай, такой весь на медитации, такой ом, ом. Ну, значит, тут какая-то вредная бабка, его локтям такая живут. На тебе, что ты мычишь, она ему говорит. Что ты мычишь, отойди отсюда, да? Он ей говорит, женщина, отстаньте от меня. Я женщина, я тебе в матери хожусь. Да ты вообще... И она начинает на него орать. И он, если он нормальный человек, он выходит из медитации. И вот тут написано, когда встают на тебя злодеи, переодевается человек. Яхупасы, это как от слова, как в пурим, тахпосы, когда он переодевает одежду. И он только что, он в омме такой медитировал. Тут он на эту бабку орет, ты, говорит, старая ведьма вообще. Чего ты на меня напала? Она, я старая ведьма? И палка его по надежде. И тут он уже все забыл про медитацию, он забыл про все. У него проснулась его, как бы, вот эта вот, ну, самозащита. У него вылез из него вот этот вот его внутренний там волк или кто он был. И он эту бабку вытянул с трамвая, да. Все. Вот это то, что здесь написано, что когда встали злодеи, переодевается человек. В кого он переодевается, в нем внутри появляется животное, которое побеждает человека. А потом он опять успокоился, помедитировал, пошел на руктор, оп, смотришь, святой, опять святой. И это, он никого не обманывает, просто в человеке есть много составляющих. Теперь Юд Гиммел, это решение вопроса. Отрывок тринадцатый, последний тогда сегодня, давайте. А прямые простые люди, у которых одна как бы личность? Нет, прямые простые люди, он не успел среагировать. Он смотрит, бабка, он бабка такой. О, бабка! Наивные люди, наверное, как я понимаю, это те, которые, они в простоте своей идут по правильному пути. О, знаешь, у тебя несложная личность, и нет у тебя вот этих многих. У тебя нет сомнений. Ну, но простая личность тоже, она ведомая. То есть, простой, с моей точки зрения, это полностью ведомый. Нет, они дурают. Простой, наивный, это близко к тому, что вот он простой, наивный, он за тем поведет, поэтому там вместе идешь. И тот, кто их сбывает с пути, у него проблема. Яков и Иштам. Яков и Иштам. Ну, это противоречие, что он Яков, который всех перехитрил, но он же Иштам. Ну, это надо разобраться. Хорошо, последнее, тринадцатый отрывок дает нам решение, и мы уходим с этим решением, двигаемся дальше. Значит, Мехасеп шаа в лояцле. Тот, кто прикрывает свои проступки, он не преуспеет. Умодев, Эузев, Ирухам. А тот, кто признает их и оставляет, на него будет милосердие, Ирухам. Что имеется в виду? Вот, это идет как бы все продолжение, что Хахамба и Нав, человек, который в своих глазах умный, да, он не будет признавать свои, это самое, что человек, который считает себя умным, богатым и так далее, то если он ошибается, он не признает свои ошибки. И тогда в итоге он лояцлех, он не преуспеет. Потому что любая ошибка, если ее повторять, вот, например, если я сейчас скажу, я скажу, да, фигня, что вчера не получилось, давай еще, давай еще, давай еще, то через там три еще у меня нет компании. Ну, все заканчивается. То есть, человек, который не признает свои проступки, свои ошибки, в итоге любая ошибка, она как снежный ком начинает накапливаться. То есть, нужно делать все время то, что называется хижбон нефиш. Хижбон нефиш – это самопросчет, как бы самоанализ, анализ того, что происходит. Анализ того, что происходит в твоей жизни. Нужно понимать, что все, что у человека есть плохого в жизни, кто причина, он сам. Это факт. То есть, этот мир построен, мы изучали в начале Экклезиаса, Бог сказал, Он говорит, я этот мир сделал леонот, леонот людей, да. То есть, что значит леонот? Леонот есть три значения. Первое значение, леонот – это инуй, это давать страдания. Второе, леонот – это отвечать, то есть, это причина-следственная связь. И третье, леонот – это в молитве отвечать праведникам. То есть, Бог, Он с нами работает по причине-следственной связи. Сделал – получи результат. Сделал добро – получи результат. Сделал правильное действие – получи результат. Если результат тебя не устраивает, говорится в Талмуде Брахот, если страдания пришли к человеку, проверить свои дела. Проверил, если не нашел, за что неприятность, мало учил Торы. Ты не знаешь просто законов, ты не понимаешь, где ты нарушаешь, где ты делаешь ошибки. Все, это закон такой, поэтому здесь написано, тот, кто прикрывает свои глаза, то есть человек видит чужом глазу соринку, в своем бревно не замечает. Вот тот, кто бревно не замечает, это он прикрывает свои проступки от себя, ловит слег, не будет у него успеха, обещает царь Соломон от имени Бога. В МОД, тот, кто признал свою ошибку, В ОЗФ, и он оставляет этот путь и перестает это делать, Ерухам, на него будет милосердие божественное и все будет хорошо. Все, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем сегодняшний урок. Выводы такие, первые выводы это, ну, если честно, то там 14 отрывок еще нам добавляют, ну, давайте я его просто скажу, потому что он, это и есть вывод. Вот, это есть 14 отрывок, это вывод, тот, который я бы хотел сделать, просто его сделал для меня царь Соломон. Написано так, Ашрай Адам Мифахет Тамид. Счастлив человек, который себя пугает всегда. Не пухет, потому что тот, кто боится, это как бы у него нет бетахона. А тот, кто себя пугает, тот счастлив. Почему? Он не согрешит. То есть лучше, чем ждать, пока меня жахнет по голове что-то, лучше себя испугать. И тогда я буду счастлив. То есть испугать, что если я, не ждать, когда будет плохо, а потом проверять. Нет, испугать себя может быть плохо. А чтобы не было плохо, что нужно сделать? Нужно не делать те вещи, которые могут меня к этому привести. Счастлив человек, пугающий себя всегда. У Макше Либо и Поль Бера, а тот, кто ужесточает свое сердце, он упадет во зло. Все. Значит, поэтому и называются религиозные люди, ортодоксы, они называются Харидин. Тревожащиеся. Они тревожатся все время. Чтобы выполнить волю Бога, чтобы нигде не согрешить, чтобы нигде не ошибиться. И счастлив человек, который тревожится. Лучше сам себя пугать, чем потом получать раздачи. Все, друзья. Удачи, успехов. Сделайте, пожалуйста, свои выводы. Пожалуйста, сделайте свои выводы. Испугайте себя. Выводы не сделаю, забуду. И тот, кто убирает свое ухо от слушания уроков и молитва его не принимается. Так что мы урок хороший послушали, Тору поучили. Все. Пожалуйста, поделитесь уроком со своими друзьями, знакомыми. Очень важно, подпишитесь на страницу ВАИКРа. Поставьте колокольчик, чтобы получать о прямых эфирах сообщения, чтобы слушать все уроки Торы. И уже у нас 8 тысяч подписчиков и почти 7 тысяч людей, которым нравится страница. Слава Богу. То есть ВАИКРа, она прям и возвал. Мы стараемся выполнять свою миссию и взывать к еврейскому народу, в первую очередь, чтобы выполняли заповеди и ко всем людям, чтобы верили в Бога и чтобы молились и чтобы знали, что у мира есть один хозяин. Один хозяин. Вот себя надо пугать, чтобы все время быть счастливым. Вот так Анастасия надо совмещать. То есть пугать себя на будущее, что не делай плохих вещей. Не то, что будет плохо, а пугать себя не делай, Анастасия, плохих вещей. И тогда будет все хорошо. То есть если ты себя испугаешь и не будешь делать, то будет хорошо. Все. Хорошо, друзья. Все. Удачи, успехов. И Пурим Самея. Сейчас завтра у нас Пурим. Вообще Пурим будем радоваться. Будем дарить друг другу подарки, пить вино. Завтра посмотрите пару уроков. Я сейчас не буду про Пурим говорить. Но есть конкретно, у меня есть доказательства из личного опыта. В шлухонароке написано, что каждое, кто в Пурим протягивает руку, ему дают. И что имеется в виду? То есть нужно, кстати, приготовить разные мелкие денежки, давать всем дзаку на Пурим обязательно и просить у Бога. То есть это метафора, что в этот день открыты ворота молитвы. И вот все, что вы в этот день просите, я видел, как один, интересно это было, при мне, просто при мне. У одного раввина не было детей 14 лет после свадьбы. Вообще ничего не помогало. Они вообще ничего. И второй раввин при мне. Пурим пьют, там выпивают. Он был очень пьяный такой. И он, и тот был пьяный. И они выпившие датьи. Пурим, значит, открыты все ворота молитвы. И тут этот, у которого были дети, у которого были дети, у него к тому моменту было 8 детей. Он такой плачет, ну, пьяный-пьяный. Пурим есть, в этот день надо пить алкоголь, чтобы отключить мозг, отключить интеллект. И он, видно, выпил уже, как выполнил заповедь, так по-хорошему вот это напиться. И он такой, при мне, я это видел своими глазами. Он говорит, значит, о, Буре-Улам, создатель мира, хозяин мира, там, Рибона-Улам. Он обращается к Богу, хозяин мира, создатель мира. Почему ты не даешь ему детей? У меня он 8, а ему ни одного. Он 14 лет уже. Почему? Я тебя прошу. Пурим дают, все, что просят, дают. Пожалуйста, дай ему ребенка. А если нет, говорит, так забирай меня тогда. И он такое говорит, значит. Такой тишина сразу. Все пьяные-пьяные, но тут прям такое услышать. Значит, тот, у которого 14-летнее было детей, он был мой сосед. Это, ну, сейчас я, история хорошая. У него, в общем, это Равин, Рав Гудфорб его зовут. Он жил со мной в соседней квартире. И, значит, он такой вообще остановился, рыдает. И тот, который это сказал, он тоже рыдает. Значит, ну так, а я это слушал, это прямо передо мной было. Проходит где-то месяцев 5, а мы соседи. И тут забегает его жена к моей жене и говорит, я беременна. То есть мы первого знали. Потом, значит, родился у них через 9 месяцев после Пурима, родилась у них дочка. И на следующий Пурим, то есть прошел год, я поехал к Равину, который это сделал. Раф Хэшин его зовут, Равелли Хэшин. И я ему, значит, на Пурим привожу подарок. Это, ну, года два назад было. И говорю, вот у меня весь год был вопрос. Ну, сейчас я, давайте я спрошу. А вы не боялись, говорю? Вот когда вы так говорили, вы не боялись? Он говорит, когда я сказал так, я не боялся. Я пьяный был. А когда уже сказал, он говорит, я, говорит, ты не представляешь, как я боялся. Я так боялся, что вообще боялся, боялся. Но, слава Богу, говорит, все хорошо. То есть он прямо сказал, или ребенка, или забирай меня. У, вообще. Так что в Пурим, в Пурим открыты, открыты ворота молитвы. Так делать нельзя, конечно. Но молиться, просить Бога за себя, за других, чтобы было все хорошо, обязательно. И я, значит, с Божьей помощью, блин, если не забуду. Я собираюсь, я буду Пурим в Израиле, в Киеве. А потом мы собираемся лететь в Израиль. В Иерусалиме Пурим празднуется на следующий день. И я два Пурима застану. Так что, блин, эдер, если вспомним, потому что я тоже буду выполнять заповедь пить алкоголь в этот день, то я помолюсь, помолюсь за всех, кто ходит на уроки, чтобы Бог услышал ваши молитвы. И сделать для вас, чтобы вам было хорошо. Помолюсь за вас в Иерусалиме, с Божьей помощью, блин, эдер. А Яков Шатадин, мы с ним обязательно там встретимся, он же живет в Иерусалиме. Яков Шатадин, пускай прям запишет сейчас, чтобы мы вместе помолились. За всех, кто ходит на уроки на портал Ваикра, чтобы Бог услышал ваши молитвы в Пурим. И чтобы у вас было все хорошо. Все, удачи, успехов. Потому что тот, кто служит уроки Торы, его молитва принимается. Все, удачи, успехов, пока. Пока.